Ровно в 8.00 в Брестской области свою работу начали 928 участков. На каждом из них постарались, чтобы условия были максимально комфортными, а настроение отличным. Для голосующих сотрудники учреждений подготовили музыкальные подарки и сладкие угощения. Уже в начале 9-го на участках города стали появляться первые наиболее ответственные избиратели, в их числе и губернатор региона Анатолий Лис. По давно сложившейся традиции руководитель области приходит на участок рано утром, чтобы отдать свой голос за кандидата, человека, знающего свое дело. Это должен быть человек, который прошел уже определенную школу, где-то имеет опыт работы в той или иной должности на том или ином месте. Человек ответственный, который имеет какие-то показатели, идет не ради только политических своих амбиций, но и думает о том, как сделать лучше в своем регионе. За активных, инициативных, ответственных в этот день отдавали свои голоса жители областного центра. Альтернатива выбора присутствовала в каждом округе. В среднем на одно место претендовало 4 кандидата. Применительно к каждому конкретному округу конкуренция варьировалась от 2 до 6 человек. Прийти и проголосовать значит принять участие в жизни своего региона, своей страны. Долг каждого гражданина, на мой взгляд, участвовать в развитии общества. И выборы – это главное политическое событие года, в котором должен поучаствовать каждый гражданин. Для меня это как толчок к дальнейшему развитию нашего общества, сильно просветающей Беларуси. Всего в списки избирателей области были внесены более 900 тысяч человек. Треть из них отдала свой голос уже в первые часы работы участков. В целом по республике явка была сопоставима с той, что была на аналогичных выборах 4 года назад. Показатели отличают лишь десятые процента. Голосовать приходили даже семьями. Специально в день выборов. Мы уже на одном участке были. В принципе, все чинно, благородно, все организовано. Если идешь с душой сюда, то какие могут быть эти нарушения? Никаких. Прорсовал и радуйся за это. Это наш гражданский долг – отдать свой голос на выбор. Поэтому и пришли. А так как сегодня день более-менее, скажем так, выходной, свободный от всех обязанностей, то мы решили именно сегодня. Уровень подготовки наших выборов в данный момент находится на очень высоком уровне. Приятно находиться. Приятные председатели. Все подготовлено. В принципе, много людей голосует. То есть мы задействованы в том, чтобы участвовать в решении судьбы нашей страны. Охват у нас 1233. Избирателя проголосовало досрочно почти 30%. Ну и, естественно, ожидается, что надомников очень много, кто будет голосовать по месту нахождения избирателей. Ожидается явка избирателей более активная, чем при досрочном голосовании. И, наверное, результаты будут выше. За ходом избирательной кампании с 6 по 11 сентября внимательно следили представители национальных и международных миссий. Среди них есть те, кто уже не один раз наблюдает непосредственно за выборами в нашей стране. И отмечает, в модели избирательной кампании Беларуси есть много моментов, которые можно было бы позаимствовать для организации выборов в своих регионах. Я вот уже сегодня своим коллегам говорил, что даже из этого зала я кое-что выношу. И, например, своей родной Тюмени обязательно мэру города, председателю горсовета обязательно скажу. Вот видите, как расположен флаг республики. Вот в этом орнаменте он просто смотрится, ну как-то очень празднично, очень символично. А люди подчеркивают, что это праздник. Продолжение следует...